Модель принимает участие в конкурсе один, но отдуваться он, естественно, будет за двоих. Увы, Алена с простудой попала в больницу. Мы желаем ей скорейшего выздоровления. Алена Рапунцель. Алена – родная сестра скандально известной Ольги Рапунцель. Однако, в отличие от старшей сестры, Алена зарекомендовала себя как разумная, хозяйственная и сильная девушка. Ради любви с Ильей Ябаровым отказалась от общения с семьей. Для Ябарова сейчас мы узнаем, какая будет задача. Илья Ябаров, выходи. Итак, Илюш, задача непростая. Я называю, кто здесь стоит, а ты мне называешь, кто есть кто. Итак, перед тобой стоят натурщица, йог, балерина, модель, стриптизерша, гимнастка, повар, врач, работник пельменного цеха, автомеханик, массажист, актер, костюмер, год и экстрасенс. Вот это точно актер. Какой точно актер? Давай же назовем, время идет. Четыре. Четыре – это актер, да. А почему не три? Нет, четыре. Номер четыре, по мне Илья Ябарова, актер. А кто вы на самом деле? Номер четыре. Костюмер. Итак, номер четыре, костюмер, Илья, у тебя первая ошибка. Это провал, Илья. Это провал конкретно. Нет, ну просто здесь очевидные просто личности. Ну бывает. Идем дальше, Илья. Да. У тебя две ошибки есть. И ты вылетаешь из конкурса, да. Так. Ты просто думай, Илья, не как обычно. Да думаю, вот так, так, так. Ну есть очевидные, прям вот очевидные, они стоят и просятся. О, господи. Так. Актер. Актершка кто? Можно номер знать кто? Три актера? Да. Итак, по мнению Ильи Ябарова, актер это номер три. Почему? Илюш, актер, вижу по лицу. Ты так же видела и номер четыре, что актер. Нет, точно актер. Хорошо. Номер три. Скажите мне, пожалуйста, кто вы? Да, я актер. А если бы послушал меня сразу, Илья, сразу бы назвал правильно. Итак, номер три, спасибо большое, а мы идем дальше. Илья Ябаров, кто следующая жертва? Кого будем выбирать? Следующая жертва. Так, выпадает. Давайте начнем. Продолжим. Продолжим. И закончим. Да, йог. Номер у йога какой, Илья? Двенадцать. Двенадцать это йог. Ты нормальный человек? Но по мнению Ильи Ябарова, номер двенадцать это йог. Ильюш, а давай слушай, может ты правда не догоняешь? А кто такие йоги в твоем понимании, Илья? Я вообще не знаю их. А зачем ты их выбираешь? А кто это? Ты знаешь, чем они занимаются? Что они делают? Что они изобретают? Без понятия вообще, если честно. Так, может, мы не будем йога-то угадывать, если ты не знаешь, что это такое? У нас был и повар, и автомеханик, и гот, и экстрасенс. Там вагон был всего, ты прицепился к йогу, которую ты не знаешь, чем он занимается. Ябаров. Давайте, ладно. Нет, это очень по-ябаровски, я считаю. Останься, останься, ладно. Останься в смысле, останься. Пускай она стоит пока. Давай по девушкам. Мне кажется, это твой конец. Кто тебе из девушек больше нравится? Просто ткни пальцем. Нет, не называй, кто она, просто кто тебе нравится? Номер. Номер, да, назови. Самая симпатичная, на твой взгляд. Ну-ка, можете восьмой номер немножко подвинуться? А, шестой, да? То есть даже за восьмым номером ты увидел девушку в купальнике красиво. Это я на закуску оставлю. Нет, давай, уж раз ты выбрал шестого, давай на ней и остановимся. Итак, номер шесть. По мнению Ябарова, самая симпатичная девушка. Давай подумаем, кто бы она могла быть. Вот есть повар. Нет? Автомеханик. Повар могла бы быть? Очевидно же, что автомеханик, Оль. Автомеханик. Какой автомеханик? Нет. Так, остается кто? Стрептизерша. Их я чувствую. Скажите, пожалуйста, вы стриптизерша? Вы готовы раздеться догола? Вы ошиблись. Нет, а кто же вы? Вы работник, может быть, полеменного цеха? Повар, массажист. Кто вы, скажите? Я натурщица. Илюш, а ты знаешь, кто такие натурщицы? Нет, объясни, кто ты. Я позирую для написания картин. Что позирую? Позируют. Позируешь? Да. Когда кто-то пишет картина, она может замереть в красивой позе и позировать натурщицу. Если хочешь видеть перед собой часто таких девушек, тебе нужно стать художником, Илюша. Еще одна ошибка от Ебаровой. Это была ошибка номер два. Последняя. Девушка, проходите, пожалуйста, аплодисменты нашей натурщицы. Нет, у тебя есть еще право на одну ошибку, Илья. Все, я, короче, сейчас угадаю сто процентов. Давай. Я уже боюсь, если честно. Йога? Нет, номер десять. Ты хочешь номер десять, так и скажи. Нет. Да. Что ты хочешь, чтобы номер десять сделала? Станцевала. То есть ты считаешь, что девушка под номером десять? Да. Стриптизерша? Да. Да, вы правы, я стриптизерша. Да! Да! Иди к нам сомневаться. Илья, ты чему радуешься? Потому что она будет танцевать? Или к тому, что ты угадал? Пока у Ильи только один правильный ответ. Пускай разденется, говорит Ябаров. Ну, а как? Что самое замечательное в этой истории... Что пока Алена болеет и лежит в больнице... Это конкурс. Илюша говорит, это конкурс, но кричит, давай быстрее раздевайся! Ну, естественно... Итак, специально для Ильи Ябарова танец. Детка, выложись по полной. Я разрешаю тебе даже заходить сюда, если хочешь. Давай сюда, давай сюда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, специально для Ильи Ибарова. Давайте я проверю сердцебиение. Оно где? Здесь? Здесь. Ты не там щупаешь, Оля? Да. Нормально все? Да. Отдельный аплодисмент Ильи Ибару, пожалуйста. Куда ты пошел? Если вы считаете, что он достойно прошел это испытание, голосуйте за него в ТНТ-клабе. Голосование абсолютно бесплатно. А мы встречаем четвертую на сегодня пару. Это Таня Масульбес и Виктор Литвинов. Ваши аплодисменты. Встречаем Александра Гобозовой с одной из его женщин, Ольгой Жариковой. Ольга Жарикова пришла на проект в декабре 2017-го, чтобы найти мужа и родить ребенка. Готова подстраиваться под своего избранника. Негордая. Обладает ценными навыками поведению хозяйства и с легкостью может подоить корову и общипать гуся. Сразила ветерана телестройки Гобозова тем, что сидела сутки напролет, выхаживая его после болезни. Готова доказать, что мужчинам, женщине, нужны только забота и понимание, а не накаченные губы и брендовые шмотки. Перечислю тебе те, кто стоит перед вами. Мастер тату. Байкер. Мастер тату, байкер. Мисс Бюст. Мать-героиня. Девственница. Студентка. Хорист. Степист. Стилист. Музыкант. Фокусник. А также гимнастка. Работник пельменного цеха. Врач и повар. Все очень просто. А я это не запомнил. Можно мне периодически... Сашуль, а я уже готова себе помочь. Ты же знаешь, как я к себе хорошо... Подожди, Саш. Вот только что была мусульбез, и она облажалась. Ну так это мягко сказать. Я просила ее назвать мисс Бюст, и она не смогла ее найти. Но ты-то, Саш, ты опытный мужчина. Ты можешь сказать, кто у нас мисс Бюст? Ну, у меня в голове запомнилась мисс Бюст, мать-героиня и девственница. Почему? Неудивительно. Тебе можно идти. Я тебе разрешаю. Иди. Так. Иди. Саш, только аккуратнее. Не мисс Бюст, не мисс Бюст, не мисс Бюст, не мисс Бюст. Итак, интрига. Александров стал между девушками номер один и номер восемь. Кто же из них мисс Бюст? А кто из них мать-героиня? И так мне отрогать нельзя, да, Оль? Можно. Тебе все можно? Вот так можно локоточком? Можно. Ну, слушай, на самом деле, вот такой грудью много детей не накормишь. Мне кажется, вот девушка номер один, мисс Бюст... А кого накормишь такой грудью? Одного голодного. Алчного мужчину можно накормить? Да, да, да. И мне кажется, что вот эта девушка... Мисс Бюст или мать... Мисс Бюст, ой, мать-героиня. А номер один девушка мисс Бюст. А ты не хочешь со мной посоветоваться? Ну, Оля, я просто ближе и... Оля, а он с тобой никогда не советуется. Ты знаешь, не только в этом конкурсе. Ты дорасти сначала до такого Бюста, а потом он будет с тобой что-нибудь советовать. Согласны ли ты? Итак, по мнению Александра Гобозова, девушка номер один это мисс Бюст, а номер восемь мать-героиня. Да, Александр прав. Я мисс Бюст. Подожди, Саш, а справа кто? А справа вдруг это кинолог? Нет, справа это мать-героиня. Ты же сдала подсказку. А ты проверь, узнай. Да, я прав? Да. Ты прав. Трое? 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 Даже детей угадал. Даже угадал количество детей. Оль, ты артист цирка. Скажи мне, может быть, фокусника найдешь? Фокусника? Должно быть что-то тебе близкое. Мне кажется, два человека. Мне кажется, номер четыре и номер двенадцать. Ну, двенадцать, он такой, он стоит странненький такой. Ну, четыре, это, скорее всего, что-то с творчеством. А фокусники, они странненькие, что ли, Оль? Ну, да, они такие особенные, творческие тоже люди. Скажите мне, как на духу? Вы. Какому духу? Фокусник. Ну, так сразу вот взяли, разоблачили. Ну, да, конечно. Подождите, я на слово не верю, вдруг вы, Жарикова, подыгрываете. Выходите и демонстрируйте, подтвердите, что вы делаете. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры сделал DimaTorzok Хватит вам, страшно! АПЛОДИСМЕНТЫ Огромное спасибо нашему гостю-фокуснику. А мне интересно, Олечка продолжает тему цирка. Ты ведь у нас гимнастка. Вот ты можешь, как гимнаст, найти гимнаста? У нас с Сашей спорный этот пока... Ну, я просто, вот смотрите, знаешь, чем я объяснял? Это можно хотя бы раз Жарикову послушать вообще? Нет, мы же с ней, вот я объясняю свою... Хорошо, хорошо, давай, давай, давай. Гимнастка, правильно? Гимнастка, по идее, в туфлях стоять не может. Она стоит ровно, у нее ножки вместе, осанка прямая. Нет, вот смотри, вот та девушка в пачке стоит в кроссовке. А может это специально сделали так, чтобы обмануть? Мы принимаем ответ Александра. Гимнастка это номер... Нет. Шестнадцать. Шестнадцать. Так, вот смотрите. Номер шестнадцать. Вот почему мужчина должен принимать решение, смотрите внимательно. Я прошу тишину, я прошу девушку под номером шестнадцать ничего нам не говорить. И если она гимнастка, то пускай нам что-нибудь изобразить здесь. Под музыку и под ваши аплодисменты. Я же говорю... Вон, видишь, смотри, даже лосины. Она еще ничего не сказала, подожди. Спасибо. 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 Очень красиво. Очень красиво. Спасибо. Но мне кажется, сомнений быть не может. Это действительно гимнастка. И это ваш третий правильный ответ. Четвертый. Миром правит грудь. Четвертый правильный ответ, ребят. Итак. Спасибо. И тишина. У вас осталось всего лишь семь секунд. Успейте отказать. Да, подожди, я вам скажу. Пять стыпис, десять девственница, татуировщик. А мы принимаем только один ответ, Саш. Итак, номер пять. Стыпис, десять девственница. Десять девственница. Нет, но татуировщик. Покажи кого номер у тебя? Ты сказал. Высветите нам, пожалуйста, номер пять. Итак, номер пять. На вернете татуировщик. По мнению Александра Гобозова. Это стыпист. Да. Девочка, если вы таковой являетесь, пожалуйста, продемонстрируйте нам. Ваши навыки профессиональные. Ну что же, это был Александр Габо. Такая красивая пара. Катя Зиновьева. Катя появилась на проекте в ноябре 2017 года. С громким заявлением, что она педагог по вокалу и пришла отбить Сережу Кучерова у Юлии Ефременко. Заполучить парня у этой красотки не получилось. Зато Екатерина неплохо спелась с Сашей Габозовым. Жаль, дуэт у ребят не сложился. Променяв Александра на Рому Гриценко, Катя в итоге осталась у разбитого коры. Но, как говорится, старая любовь не ржавеет. И сейчас Зиновьева активно пытается вернуть расположение Саши Габозова. Перед вами стоит 15 человек. Мастер тату, байкер, бывший уголовник, студентка, девственница, хорист, стилист, музыкант, повар, врач, работник цеха, натурщица, модель, автомеханик и массажист. Время пошло. Да, можно я назову все-таки с предыдущего девственницу? Ты вот прям хочешь, да, ее выйти? Да, пожалуйста, я просто хочу проверить свою интуицию. Выйди, пожалуйста, и покажи нам девственницу. Выйди, Саш. Ты так настаиваешь просто на ней. Номер-то какой? Так, вот эта девушка, девственница, эта студентка. Стой. Номер 10. Встань рядом с ней, Саш. Не надо бегать. Итак, номер 10. По мнению Александра Габозова, является девственницей. Как пелось в одной замечательной песне, но со мной тебе точно ничего не словить, ты все знаешь о сексе, но не о любви. Да, я еще не нашла свою любовь. А сколько вам лет? Гони косарь волной, я так и знал. С девушкой мы определились. Спасибо большое вам. Аплодисменты. Следующий, кто кайс, давай, подключайся. У тебя есть возможность сейчас проявить себя? Давай. А здесь только по одному можно по очереди или как? Ну да, называй одного. По одному. Ну, давайте пойдем, я же музыкант, поэтому я уже вижу двух музыкантов. Ну, давай вот мужчина с бородой. Он у нас будет хорист. Номер 7. Как думаешь, кто он? Тенор, бас, баритон? Ну, если он споет, я скажу, как я. А вот так вот, на вскидку? На вскидку, наверное. Саша, смотри, подсказывает своей девушке. Может быть, тенор. Вы тенор, баритон или массажист? Это вообще вы кто? Бас. Спасибо артисту хора мы провожаем. А то следующий, угадывай. Давай, ну давай, следующий будет. Давай с бабочками мы покончим. Давай, мы с бабочками покончим. Поэтому будет следующий мужчина. У нас, наверное, самый сильный из всех этой компании. Это мужчина под номером 4. А почему не номер 6? Смотри, у него какие черепочки. Ну, классные же вообще. Я бы такую мальчику сам бы назвал. Я же всех могу назвать. Саша, ну черепочки же у нас обычно у байкеров, я так думаю. Скажите, молодой человек, вы стилист? Два конца, два кольца, а посередине гвоздик. Ножницы? Я стилист. Вы стилист. Третье, точное попадание и пока ни одной ошибки. С зрителями запоминается. Итак, дальше. Темп, 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 темп. Давайте, давайте, темп. Третья бабочка, девушка у нас, соответственно, музыкант. И она играет либо на гитаре, либо на чем-то таком, что, в принципе, между ног. Ну, мы все любим музыку. Каждый выбирает свой стиль по своему желанию и вкусу. Но я действительно музыкант. А мы вам не верим. Закажите нам, пожалуйста, что вы музыкант. Вечер парк, вечер любви, то я сыграю вам в десенномочек. О, давай. АПЛОДИСМЕНТЫ Браво! АПЛОДИСМЕНТЫ Оля, я сразу вспомнила, как мне Саша на крыше тоже играл. Ой, я это вспомнила, Катюш. Я трогал, забыть бы мне это поскорее. Так трогательно было, да, Влад? Вот мне тоже навеяло, когда Саша для Катюши играл. Угу. Только на скрипте. Последние секунды. Можете кого-то угадать с пятого? Я знаю всех, но я не буду. Давайте очевидно, 19 это натурщица. Да, вы угадали. АПЛОДИСМЕНТЫ Катя угадала. А можно БЛИЦ? БЛИЦ-угадка. Время вышло, ребята. Время вышло. И Александр Гобозов вместе с Катериной Зиновьевой угадал точно так же пятерых человек, как и с Ольгой Жариковой. АПЛОДИСМЕНТЫ Стабильность у Александра Гобозова. Просто посмотрите. Ну что же, спасибо ребятам. Если вам понравилось, как проходило испытание эта пара, то в ТНТ-клабе голосуйте за эту пару. Будем? Будем. А как мы будем лечиться? Это мне прям интересно. Уколы? Да. Заднее место. Я не люблю. Хорошо, ложись. Мне нужно знать ваши симптомы. Так, можно я вам сейчас расскажу? Значит, смотрите. А как вы будете лечить? Вы сначала скажите. Сначала лекарствами. Так. Попа болит? Нет, попа не болит. Значит, не надо. Хорошо. Так, голова болит? Кашель, да. Кашель болит. Температура кашель. Температура кашель. Значит, надо выпить волшебного напитка. Кстати, меня зовут Изольда Львовна. Изольда Львовна? Да. Здравствуйте. Очень приятно. Меня зовут Карл Рудрихович. Ой, у вас интересное имя. Рудрих Карлович. Собственно, как вам угодно. Фрукт-то какой, я люблю вы у вас. Фрукт вообще? А какой выбор есть? Есть ананасовый. Или ананасовый, да? Ананасовый. Тогда ананасовый пойдет. Ананасовый, да. Парни назад. Раз, два, три. Теперь надо приложить тебе ватку. Надо ватку приложить. Все и закрыть. Вот. Все. Вот. Так. Микстурки выпили, таблеточки выпили. Ну ладно. Я еще не допил микстурки. Допивайте микстурки. Микстурки. Вот. А еще? А еще? Знаете, самое хорошее средство? Конечно. Я даже думаю, что нам надо наше представление завершить и опустить занавес в зал. Да. Но позвольте. Можно, да. Телезритель действительно тебя выбирает. Телезритель верит в тебя, что ты еще сможешь вернуть Сашу. Куда ты мне столовые ложки кидаешь? Так я половину столовой. Вот. Телезритель реально видит. Вчера конкурс. Но вы действительно достойно прошли вчера. Скажи, да? Да. Всех угадывали. Даже я вышел, двоих всего угадал. А вы действительно достойны вчера. Ну явно было поинтереснее, чем с Жариковой. Вы реально в команде работали. Не то, что когда они с Жариковой были, она ему советовала что-то. Говорит, выбери этого, этого. Он говорит, то не так, на самом деле, а по-другому. И оказалось, как Саша говорит. Типа, если я сейчас с тобой соглашусь, то будет ему неправда. У Олиева поталкивала на неправильные ответы. Понимаешь? А он-то знал. Смотри, что я думаю. Телезритель тебя поддерживает. Это раз. Пускай там ноль целых там... Один сотых. Одиннадцать сотых там, да, голосует. Это уже не... Подожди, это уже неплохо. Это уже какая-то часть вот Града Московского за тебя проголосовала. Это уже неплохо. Ты, Алена, я, Майя и ее. Да. И мама Габозов. И мама Габозов. Да. Вот слушай, что я тебе хочу сказать. Ты меня никогда не слушаешь. Я тебе реально подсказываю, что нужно делать. Понятно, что не нужно доводить Александра до агрессии. Не нужно. Я не хочу. Чтобы он тебя оскорблял, обзывал, кидал тебя там магнитами и так далее. Бил, да? Потому что это неправильно. Женщину бить нельзя. Мы все это... Если ты с ним подружишься для начала и будешь к нему просто, вот знаешь, не то, чтобы он чувствовал, что ты специально к нему лезешь в пару, понимаешь, а просто там... Не навязываясь. Да, Саш, не подскажешь. Просто вот он зашел там. Ну, я тебе скажу время. Не подскажешь там, что там это, это, это. Раз. Если он не подсказал, отойди, не надо. Я понимаю. Через несколько часов подойдешь. Еще раз. Вот так, вот такими шагами ты придешь к своей цели. Но если ты, знаешь как, будешь жечь шубы на лобных местах, кричать о какой-нибудь там, я не знаю, взаимных там чувствах любви, и при этом ничего не делать, ничего не будет. Гобозов, чтобы любил, такого, как Гобозов, чтобы не пил, такого, как Гобозов, чтобы уважал, такого, как Гобозов, чтобы не обижал. Ну да. Если ты не похвалишь, никто не похвалит. Я, понимаешь, я логик. А логик обязан видеть вещи такими, какие они есть. А недооценивать себя является таким же отклонением от истины, как и переоценивать свои способности. А можешь Олю перевести на русский? Вы что, не читали в общей книжке? Кто бы читает? Я читала. Олю переведи на русский. Кто это? Давай, читала. Оля только что не поняла. Читала. Кто это сказал так? Нет, я читала, я просто автора не помню. Ты что? Я автор не помню. Хорошо, хорошо. Какие, какие? Ой, сам не дури голову. Да потому что не читала. Да читала я что? Ну хорошо. В букваре еще написано так было. Это не в букваре было написано, это вообще... Еще в букваре, а потом еще где-то повторилось. Ладно, я тебе давай скажу первое слово, первое имя, а ты дальше. Артур. Дорн. Нет. Артур. Пирожков. Пирожков. Нет. Артур Конан. Макгрегор. Шерлока Холмс, кто написал? Я не знаю. Артур Конан. Макгрегор. Я бы... Макгрегор это боксер. Настя, кто Шерлока Холмса написал? Артур Конан, Долл, вы что его сочетаете? Я же говорила. Макгрегор. Макгрегор. В голове у тебя Макгрегор. Ну вы девочки, ну вы да. Такого как я бы, чтобы не видел. Такого как я бы, чтобы гулял. Саша. Ты манит, манит, манит. Не, ну все равно еще прохладно. Что там снег, ничего там не растаяло. Да. Все равно вечерами холодно. Все равно уже тает. Помнишь, какие сугробы были? Ну что, сейчас недели две. Недели две еще и будет тепло. Мне так болит попа, ты просто не представляешь. Такие шишки там. Огромные. Тебе вечно что-то все не нравится. Туда, сюда. Господи, полежало бы 10 дней там и все бы нормально было бы. Вот я посмотрела бы на тебя, если бы ты пришел в эту больницу и хоть, вот ты хоть бы час там пролежал. Ты бы через полчаса просто свистнул вообще, зная тебя. Нет, если мне было бы плохо, я бы лежал. Что надо взять? Мне напоминать сестру свою, вот честно. Ей не издеваешься? Нет, я не издеваюсь. Ты же сам прекрасно понимаешь, какие условия там в таких больницах инфекционных. Я понимаю, но больница не должна быть тоже, знаешь, курортом. Ну потому что я знаю свой иммунитет при таких болячках, которые там были, я могла еще подцепить что-нибудь, я этого не хотела. Знаешь, чему ты начинаешь вредничать? Потому что когда я тебя туда повез на скорой, ты даже слова не сказала, понимаешь, потому что тебе было плохо. А когда тебе стало чуть полегче, чуть полегче, ты сразу начинаешь уже это как, я не то, что тебе говорю, что ты там должна, но если ты болеешь, значит, ты должна лежать и лечиться, понимаешь? Если мне плохо там, если я там ничего не ем, спать не могу, что делать, я не могу понять. А здесь ты будешь хорошо спать? Я могу уйти, я могу поехать в Владивосток полечиться, если ты так хочешь. Тебе объясняют, что мне там плохо было? Ты что, вообще ненормальная? Ален, что за, я не понимаю, ко мне какие-то претензии, я что-то вообще просто вот не понимаю. Ко мне какие претензии? Я что-то не так делаю или что-то не то делаю. Нет, я тебе не говорю никаких претензий. Просто я во Владивосток поеду, да ехай куда хочешь. Пока, Лех. Пока. Ты один летишь туда, меня даже не позовешь? Вы меня проводили, все. Заманил опять меня, смотри, урод. Да, девчонки, конечно. Ма, они просто пока чувствуют себя немного виноватыми. Жесть. Я просто не вижу. Давай, давай, давай. Стой, стой, давай, давай, посмотрим сначала там. Подожди. Раз, два, три. Давай, бумеранг начи. Пусть сфоткать тебя, Саня, пойдем. Подожди, Саня, все, последний раз, бумеранг, пока. Ну, пойдем уже, дай сфоткать и все. Да блин, подожди, сейчас мы бумеранг, дай. Я тебе скажу, когда, вставай так же, Ольга, на таком же уровне. И все, нагибайся. Саня, я тебе скажу, отходи, Лех. Подожди, я тебе скажу, Санек. Подожди. Раз, два, три. Это больно, сука. У меня все классно, короче. А как посмотреть, стой, куда надо нажимать? Сохранить. Стой. Да ты не снял. Снял, что не снял? Нет, ну вон, видишь, ты рано нажал. Ну я же нажал. Рано нажал, давайте. Только все, давайте последний раз. А что нужно, я же раз нажал, или что нужно сказать? Раз, два, три, нажимай. А, вставай. Подожди. Еще открой, бумеранг. Еще открывай, не бойся. Да ты не хочешь, чтобы трусы были видны. Да не бойся ты. Вот так, да, давай. Я тебе скажу, Санек. Ты раньше времени не нажимай. Раз, два, три. Все, хоро. Сохранить надо? Не сидел это и все. Ба. Слышишь? Да. Как раньше было. Реально, где будет хроменный звезда жить? Где наш сыр стал будет делать? Как раньше у тебя будет три, брать камеры сразу. Раньше не так было. Не, ну прикольно. Раньше не так было. А где кровать? Где на вообще? Не, кровати так стояли. Я, кстати, здесь спал раньше. В заселении. Ребят, может быть, ты тоже захотел бы переселиться, а? Опять вот. Куда? Надо хотя бы на пару дней, чтобы вот почуять вот это вот. Здесь не совсем так. Короче, здесь стекла были. Нет, ну я вижу, что по твоим глазам глаза горят. Я, ну, представь, конечно, я вспомнил. Да здесь комната была синяя, со звездочками. Вот там, где вот та стена, шкаф стоял. Там, ну, верхнюю одежду вешали. Может быть, второе дыхание откроется? Вот ты вот переселишься, поживешь пару дней, пару днеков. Просто стой, а потом второе дыхание откроется. Ну, мне приятно, конечно, честно скажу. Смотри, Оленька была там, а ты здесь увидишь, как ты себя ведешь. Давай, оставайся. Даже смотри, мы даже тебе сделаем исключение. Разрешим пожить в женской, на твоей кровати. Мы мечтут весь день склонять всех пары съехать в мужскую и женскую. Может быть, он сам просто хочет заехать в пару. У меня нормальное предложение. А, Дайвис, ты хочешь заселить? Нет, ты ошибилась. Нет, я просто вижу, смотри, может быть, ты не против, но габо с двумя руками за. Ну, тогда нужно с мысля воли пускать там живет, а потом... Да, классный план. Я не говорю, если он сейчас не отпустит мой матрас, ему придется спать со мной. Подожди, сможете меня поносить? Смотрите, как матрас ты поспищал. Двенадцать лет назад, приехал на Дом 2, из армии ушел, матрас снова свой нашел. И все, доставляем. Короче, договорились с ведущими. На моем матрасе. За мой матрас! Многоборцев, ну реально, давай по-хорошему, пока мы нормально общаемся. Уйди, уйди вон отсюда мой матрас. Ну, я сейчас пойду на твоей кровати валяться в шмотках, хочешь? Давай. Пойду. Если хотите, мне все равно, можем жреби потянуть. Лежит новый, не застеленный. Вик, ты нормально? Я сейчас силы тебя просто возьму. У тебя двери открыты были? Оль, ну если ты меня возьмешь силой, будет хуже, понимаешь? Ну тогда встань нормально, я тебя прошу, встань, пожалуйста, с нашей кровати. Еще осталось у меня для восстановления дыхания ровно 10 секунд. Вик, ну ты ненормальная, встала, я сказала. Ты что? Ты что? Эй, 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 эй. Ну так ты нормально, не понимаешь? Марик, вы что сказали? Еще одна-тройка, пойдешь домой, поняла я? Вик, вы что? Вик. Вы что, гоните что-нибудь? Вы что, девчонки? Эй. Из-за кровати ругаетесь. Вик, ты скучно тут или что? Я тебе сказала встать по-нормальному, ты встала нормально? Ты скучно, что ты впрягаешься, что ты так не понимаешь? Я сказала, пошутили, хватит. Почему я? Садится на чистой постели, она пришла в пальто, легла. Ты лег в одежде, на матрас, на пустой, она пришла, в одежде легла. Я ей сказала несколько раз, Вик, встань, пожалуйста, поприкалывались и хватит. Но она не поняла, я говорю, Вик, я неясно выразилась что ли? Я говорю, Вика, если ты не встанешь, я тогда силу применю. Она этого и ждала. Было вот уважение, когда он начал сплать мне этот банан, потом говорит, ну я больше за слова все равно ступилась, когда он отказывается от меня. Потом этим, ну, на эти слова я ответила, что я улетаю. Он, ну, не то чтобы отказался, получается, как он сказал? Потом назвал меня ненормальный, дурной, вот так вот постучал еще. Еще и делает, слушай, я виноватый. Еще пошел косметологу, а меня не взял с собой. А хотя, говорит, ну ладно, ну, короче, я на это тоже обиделась. И сейчас говорит, что он обиженка. В чем? Слушай, во-первых, когда, помнишь, Орлова и Черкасов спрашивали, полетишь ли ты на Сейшелы, хочешь ли отправить Олю? Он такую фразу сказал, и Оль туда же. Ну да. Он такую фразу сам сказал. Отправляйте ее, да. Мне просто интересно, так сделал виноватый, что, ну, раз она хочет лететь, то давай, вали на все четыре стороны. А сам тебя сказал. Знаешь, что он ссылается? Вот, допустим, я помню, Орлова сказала, и Олю, Олю на острова. Если честно. Я знаю его словам, когда он сказал, что он отказывается от меня. Он отказывается от конкурса, от этого он отказывается. А, вот так вот. Отказывается от... Он сказал, типа, мне нафиг не надо вот это, нафиг надо вот это. Да. Отказываешься, да. Вот так, Саша сказал. Вот. И после этого... Я пояснил, как я сказал, что он... Ты не отказываешься, я спросила. Ты таким образом хочешь съехать с конкурса, я говорю, да. С лица, да, ну да. Да, с лица, с Олей, я говорю, да. Имеешь в виду, что, короче, с конкурса, с Олей, с этого. И с конкурса, и с меня, Саша. Оль, что ты от меня хочешь? Чтоб ты извинился. Я не буду перед тобой извиняться. Нет. Дальше что? Ну, все, значит. Что значит все? Дальше что? Дальше что, Саш? Дальше что? Я тебя спрашиваю, что ты от меня хочешь? Я не буду перед тобой тоже извиняться, потому что ты строишь обиженку непонятно из-за чего. Не извиняйся. Ну, все. Я тебя спросил, что ты от меня хочешь? Ты говоришь, я хочу, чтобы ты извинился. Я говорю, я не буду извиняться. Дальше что? Ну, значит, читай себе правду. Дальше что? Что ты от меня хочешь? Саш, дальше что? Ничего не хочу, я с тобой вообще не разговариваю. Тогда не надо меня обсуждать. И не надо говорить про меня тогда. Хочу и обсуждаю. Вчера на шоу произошла грандиозная ссора Саши Гобозова с Ольгой Жариковой. Из-за того, что девушка нарушила диету. Саша так разозлился, что даже послал Ольгу на остров любви. Тебе задали вопрос. Ты полетишь? Ты сказал да. Махала головой? Да. Окей. Гобозов говорит, ты полетишь? Он говорит, нет, потому что здесь роберт. По концове тебя опять задает вопрос в смысле. И Гобозов уже смотрит на тебя и подтверждает, да, лети, пускай летит тогда одна. А что мне говорить на то, когда мне человек говорит, я отказываюсь от тебя? Ну и что? Что нужно бежать? Он тоже сказал на эмоциях. Он тоже мог на эмоциях это сказать. Смотри, Саша сказал на эмоциях, я отказываюсь от тебя. А ты на эмоциях сказала, я полечу. Подожди, подожди, нет. Саша, я про другое говорю. Вот, ведущие должны сделать вывод, что ты, Оля, должна лететь на Сейшелы, а ты сделала вывод, что вы расстались с Сашей. Вот, это все от ваших эмоций. Да, вот здесь я согласен полностью, понимаешь, какая ситуация. Смотри, вот она сейчас, подожди, говорит, типа, что я от нее отказался. Я ей в маршрутке объяснил, но она ей в маршрутке объяснил 15 раз, что я сказал, когда меня ведущие сказали... Саш, ты всегда кричишь об уважении. Подожди, подожди, я договорил. Ты толкал в меня эти бананы, потом ты обзывал меня, потом отказался от меня, пошел к сметолу, на меня тебе же деньги жалко. Я от тебя, в смысле, у тебя деньги лежат? Короче, я просто... Ну, как бы вот, вот, добро пожаловать, вот так и живем. Это ты уже в своей голове что-то допридумывал. Нет. Я тебе говорю, что я имел в виду. Если ты не хочешь этих слов слышать, а просто хочешь сидеть вот до усрачки на своей позиции, лишь бы вот просто зацепиться за какое-то слово и все остальное говорить... Ты вчера мне сказала, я с тобой расстаюсь. Я тебе не так сказала. А как? Я говорю, Саш, если ты отказываешься от меня, это значит мы расстаемся. Нет, нет, мы можем сейчас Каролину спросить. Ой, не Каролину, а ну... Саш, ты меня бесишь уже, я не могу. Ты пытаешься всегда доказать, что ты прав, но ты не прав, ты меня бесишь. Я говорю то, как оно есть, а ты бесишься, потому что ты понимаешь, что я говорю правду, и ты просто... Ты не правду говоришь, вот и не что, ты говоришь не правду, ты всегда сделаешь... Оль, ты пытаешься сделать, меня не надо, чем лучше ты относишься к мужчине, чем хуже, относятся к тебе. Как я к тебе плохо отношусь? Саша, твали от меня. Да я к тебе и не прилипал. Вчера было на шоу. И на Сешелу-то Олю отправлял. Сегодня вы матом орете друг на друга. Что происходит в ваших отношениях? У нее есть какая-то ненормальная проблема, у нее какая-то ненормальная зависимость от еды. Она вот что-то видит, сразу начинает кушать. Она ночью там чебуреки, которые вот эти замороженные, с курицей сверху заедает, там хлеб с шоколадной пастой и все остальное. Я говорю, Оль, вот меня в твоей фигуре все устраивает, пофиг, что ты на 13 килограмм поправилась, мне как бы нравится. Ну просто это ненормально, я говорю, и не за горами, как бы, тот момент, когда ты разопрет тебя до 100 килограмм. Именно поэтому ты ее на Сешелу отправлял? Я ее сейчас объясню. Я просто стараюсь, готовлю, трачу свои деньги на функциональное питание. Она просто, то есть, понимаешь, все, я там приготовил, например, завтрак, она покушала, я отвернулся, она пошла там, своровала там шоколадки, печеньки или еще что-то такое. Я говорю, смысла не будет, зачем? Я говорю, я тогда стараюсь. Ты ее отправлял на Сешелу из-за того, что она есть шоколадки после правильного питания? Нет, я ее отправил на Сешелу, когда спросили меня, может, Олю на Сешелу отправить, я повернулся, посмотрел на Олю, она с довольным лицом улыбается, кивает и говорит, да, да, да. Я говорю, да, отправляйте, то есть вот почему я сказал. Оля, хватит грустить, раз мужик отказался от тебя, нужно есть, нужно есть столько, сколько влезет. В хорошем человеке должно быть много, Оль, хватит себя мучить, твой желудок уже бурчит, я уже слышу. Илья, да не буду я есть. Ну ты что, а нафиг я заказал? Я не знаю, что это было. Ну мне жалко тебя, правда, ну правда, действительно, ты голодная, зачем ты себя мучаешься? Я не голодная, только что кашу съела. Саша сегодня сказал, что он никогда в жизни не говорил, что ты толстая. Он не говорил, что у меня есть животик. Нет живота никого, бери, моя хорошая, угощайся. Да не буду, я есть, Илья, ну что ты приказываешься? Я для тебя заказал, ты не будешь? Нет, спасибо. Ну бери, правда. Угощайся, смотри, они с картошечкой, смотри. Нет, ну все. Вот, смотри. Ну ты кушай, я кушаю. Я сам, смотри, смотри. Здорово. Ее что-то не устраивает, она даже цветов не получает, это ее истерики. Я же говорю сейчас не от себя, Сашуль, я повторяю ее слова, чтобы напомнить, о чем вы сегодня ругались. Мне просто кажется, что она жиру бесится, вот и все. Потому что я ей делаю подарки, я ей устраиваю романтики, я ей сочиняю, песни пою. Все, что надо, как бы я ей все делаю. То есть ты считаешь, что она просто это не ценит, и она неблагодарная? Нет, когда человеку, знаешь, вот я есть, я может быть ошибаюсь, конечно, но вот сегодня мне просто показалось, когда человеку делаешь, 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 это как вот сказка о рыбаке и рыбке. Вот такая история. Может, ты устал от нее? Наигрался в отношения, все, хорошее? Нет, я не устал от нее, я просто не понимаю. Вот чем больше делаешь девушкам, тем больше в итоге потом тебе ноги с плеч свисают. Мне кажется, он меня обманывает. В плане с чем обманывает? Ну, он сказал, что ему вчера, ну типа деньги, это перечислили. Перевели, да, он мне сегодня вот здесь сказал. А мы позавчера заказывали косметику. Подожди, не понял, мы не знаем про эту косметику, в смысле, что косметику? Ну, мы позавчера заказывали косметику мне, у него. Ну? Вот. Ну, значит, позавчера ему деньги пришли, значит, он меня, получается, обманул. Подожди, а он же сказал, что у тебя все деньги лежат. Да. Много. А это деньги пришли, ты после второй работы. Да, но это я потом узнала. Ну? И что? Вот. Ну, я ему это говорила, что вот у меня все деньги, тебе неудобно у меня деньги попросить на цветы. Я думаю, ну ладно такая. А потом он нашел все равно деньги и пошел себе, сделал косметические там процедуры. Подожди, у тебя были его деньги? Ну, он мне все отдавал, он меня даже уже спрашивал их. А вчера вот он нашел откуда-то деньги, он и потратил их на себя, а не на меня. Но он у тебя не брал деньги. Он сказал, что он у тебя деньги не брал. Ну, я поняла. Ну, он говорит, а в чем проблема, почему она не могла взять деньги и пойти, говорит? Я не знала, во-первых. Я просто меня нет. Меня смутило то, что он на себя тратит деньги, да, а на меня нет. Я приветствую острова. Всем здравствуйте. Привет, Москва. Привет, Ксюша. Хочу задать тебе вопрос Саша Гобозов. Что ты решил? Отправлять мне Ольгу на остров? Ты хочешь, чтобы она туда улетела? Я нет. Но если она хочет, как я его буду держать? А что у вас случилось? Почему она должна лететь на острова? Он вчера отказался от меня из-за банана. Из-за того, что я съела половинку банана. Что-то из-за денег какой-то у вас сыр-бор был, я так поняла. Саша пообещал мне каждую неделю дарить цветочки. Две недели их уже не дарит. Он говорит, я тебе отдал все деньги, и мне неудобно просить у тебя же деньги тебе на цветы. По итогу вчера он пошел к косметологу. Но он все деньги нашел на него, правильно? Нафига вообще ходить в коллективе? Считай, сколько у меня денег. Сколько я тебе дал, сколько осталось, сколько не осталось. Саша, я не считаю, сколько денег. Я сказала на то, что я обиделась на то, что ты мне не даришь цветы, а на себя тратишь деньги. Вчера ночью мне пришел перевод на карту. И видите ли, в час ночи после ток-шоу мне надо было, видимо, маршрутку взять с пистолетом. Захватить водителя и сказать, ну-ка разворачивайся, езжайший в магазин цветов круглосуточный. И купить у Оли цветов. Оль, если ты так раздражаешь Сашу, может полетишь на остров? Хотела бы, но нет. Хотела бы, но нет? Да. Оль, ты что, в своем вообще уме? Слушай, отправляю его на остров. Оль, нормально, хотела бы, но нет. Что значит, хотела бы, но нет? Нет, нет, я не хочу, нет, я передумала. Ты видишь, что он раздраженный, и ты сейчас накаляешь обстановку. В смысле терроризировать? Ты стоишь, опять орешь на меня, матом ругаешь. Просто не с тобой. Просто потому, что у тебя температура, Саша, страдают все твои близки. Просто ты стоишь, начинаешь на меня орать. Почему ты на Оле срываешься? Вот так, слушай, ты говоришь, я, смотри, сука, жру и не толстею. А мне, что ты живешь, и что ты не толстеешь? Да не надо на меня орать, Кляк. Не надо на меня орать. А на самом деле, на самом деле, ты тогда вчера очень сильно унизил. Да. Хорошо, ты считаешь, подожди. Ладно, давайте тогда так. То есть ты считаешь, делать романтики и песни писать, оплачивать ее кредит, давайте это терроризировать. Банан открыл и броди нашли пихать при всех. Это унижение. Она сидела в бананке. Да ты саму эту тему сегодня целую тему подняла. Я сейчас почти ни копейки возьму. Ее это... Кто, ребята, был? Я хоть слово когда-то сказал про какие-то деньги. Кто эту тему поднял? Про косметику, про все ты начал все равно. Про косметику. Ты сейчас просто таишь и про кредит начинаешь мне говорить. Ты попрекаешь меня этим. Нормально, он дает тебе деньги, а ты про цветы ему говоришь. Где твое уважение? Ты что ценишь? Я спрошу, я спрошу совсем сама. Ну, то есть, получается, он еще и кредиты твои платит, правильно, Оль? Два раза, да, помогал мне оплачивать кредиты. Два раза. А вы сколько, три дня в отношениях? Два месяца. Ну, как, за два месяца. Сколько? Двадцать тысяч. Итак, ребят, давайте прямо сейчас примем решение. Нет, я никуда не лечу. Гобозов еще не полный кредит оплатил. Саша. Мне кажется, у меня на лбу лох написано. Ну, я больше ни копейки у тебя не возьму. Да я, что ли, тебе дал и хожу этим кичусь? Ты ходишь, поднимаешь тему, что я отдал тебе денег, из этих же денег взял себе, пошел к косметологу. Или что вообще происходит? Я что, я понимаю, или если бы я знал, что тебя обобрал бы еще что-то? Нет, Оль, получается, он оплачивает твой кредит, он покупает тебе косметику, он покупает тебе вещи, ты ездишь на его машине в солярии, и когда он взял из своих же денег... Да я оттуда не брал, Ксюша! Три тысячи! Я не брал оттуда! Когда ты уже из другого бюджета, он пошел, взял деньги и пошел к косметологу, ты начала ему высказывать, что он цветы тебе не дарит. Не обалдела ли ты, дорогая, вообще? Зачем здесь меня делать меркантину какую-то? Я не требую от него, чтобы он дарил одну. Ты сама из себя такую делаешь. Ладно. Итак, в любом случае, как я и говорила, на острова с поляны улетает девушка. И это девушка Нона Щукина. Ноночка, ты счастлива? Да, спасибо большое. Ура! Они летят на сей шею!